Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире передача «Актуальное интервью». Я ее ведущий Петр Смирнов, а у меня в гостях сослуженный артист России Александр Эвскляр. Александр, добрый день! Здравствуйте, Петр! Александр, очень приятно вас видеть в нашей студии. Вы к нам с двухдневным визитом в наш город, с творческим вечером. Но я знаю, что вы не первый раз посещаете Саров. И я хотел бы спросить, как вам наш город и как он меняется с 2003 года? Вот раз в 10 лет традиция Александра Эвскляр посещает Саров. Ну, мне кажется, что эта традиция, конечно, хорошая, но мы ее хотим все-таки чуть изменить в сторону более частого посещения Сарова. Действительно, последний раз я был практически уже 10 лет назад. И первое, что я заметил, когда мы приехали в Саров в этот раз, это, конечно, новая строительная активность, которая проходит в жилом секторе. Это заметно. А кроме этого, конечно, монастырь преобразился. Это и была моя главная причина остаться еще на один денек. Я посвящу день, целый день, неспешному знакомству, обновлению своих впечатлений о городе Саров. Вчера мы сходили, уже тоже не первый раз для меня, сходили в музей бомбы. Он, кстати, тоже обновился. Он тоже обновился. Это тоже мы заметили. Новое расширение экспозиции. В первую очередь касается, конечно, вагона, в котором передвигался наш знаменитый Харитон, академик. Это очень интересно. И, вы знаете, даже не только вагон, а вообще экскурсия, которую нам провела замечательная экскурсовод Елена, многие вещи были услышаны как будто заново. Может быть, мы сами потихоньку меняемся. Ну, 10 лет – это довольно большой период. А может быть, просто на какие-то вещи, которые ты тогда не обратил внимания, ты сейчас другими мозгами, другими ощущениями воспринимаешь. В любом случае, я получил очень большое удовольствие и много интересного для себя узнал во время этой экскурсии. И понял, что я не зря пришел в очередной раз в музей бомбы. Это место, город Саров – это совершенно особый для нашей страны центр. И сейчас ты, может быть, еще острее, еще точнее понимаешь всю значимость этого города и всю важность усилий поколений людей, ученых, которые здесь работали и продолжают работать. Поэтому я отношусь к Сарову, с одной стороны, как, без сомнений, одному из сердец, одному из центров нашей научной мысли российской. Ну, а с другой стороны, конечно, как к очень важному культурному и духовному центру России. Это вот все для меня объединено в вашем городе. Вот насколько, с вашей точки зрения, важно вот это восстановление духовной обители и с точки зрения того, что монастырь развивается, вот как раз восстанавливая свой прежний вид, свою прежнюю красоту? Это же не просто восстановление прежнего вида и восстановление красоты. Он, без сомнения, очень красив. Но это, в первую очередь, важно с точки зрения духа. Потому что в основе всего, я глубоко в этом убежден, и был убежден задолго до того, как это стало мейнстримом, дух важнее материи. Дух первичен. Поэтому развитие науки без углубления в человеческий дух бесперспективно. Наука может быть по-настоящему могущественна и важна для человека только тогда, когда в нем силен дух. А наш дух – это, естественно, наша православная традиция. Это, естественно, наша вера, которая уходит корнями в глубину истории, в глубину веков. И то, что здесь был один из духовных центров России задолго до того, как он превратился в мощнейший научный центр, для меня вещь очень важная. Я уверен, что как только монастырь будет полностью восстановлен, в нем будет снова живая духовная жизнь, которая будет привлекать тысячи паломников сюда и новых паломников. И как только духом будет окормляться эта местность, вот у нас и научные прорывы будут гораздо более мощные и фундаментальные. Давайте, наверное, поговорим про ваше творчество, про прошлое, про современное. Начну, наверное, с прошлого. Для меня, как человека, который увлекается в том числе и российской музыкой, и русской музыкой, всегда интересовал один вопрос, наверное, такой нескромный. Группа «Кирпичи», их лидер Вася В. как-то спел в одной из своих песен, что Александр Эвскляр сказал бы «так надо». И для меня всегда было загадкой, что же такое «так надо» и почему Александр Эвскляр должен об этом сказать. И вот у меня сейчас появилась такая возможность лично у вас спросить, что такое «так надо». Группа «Кирпичи» – одна из моих самых любимых российских групп уже долгие годы. А первое наше знакомство с ними состоялось тогда, когда вовсю было движение и наш развивался фестиваль под названием «Учитесь плавать». Вася Васин и его группа «Кирпичи» были одними из первых участников российской новой волны альтернативного рок-движения. И я думаю, что, наверное, ребятам было тогда, на тот момент, интересен наш альбом «Вабанковский», который имел название «Так надо». А почему? Потому что в нем была песня, кавер на Майка Науменко, у которого есть песня с такими словами «Если мы живем вот так, значит так надо». И мы сделали эту кавер-версию этой песни, ее исполняли часто на концертах. Вот она вообще заканчивала наши концерты. И я думаю, что вот этот, наверное, слоган «Если мы живем вот так, значит так надо», тогда Василия тоже как-то зацепил. И он в одной из своих песен так и сказал Александр Эвскляр, сказал бы «так надо». Кстати сказать, я до сих пор использую это выражение для себя. И когда мне особенно что-то нравится, я комментирую какую-то понравившуюся мне мысль или действие какого-то человека в соцсетях. Я иногда приписываю в конце «просто так надо» и два восклицательных знака. Наконец-то 20-летний секрет раскрыт для меня. Думаю, что да. У Вас прошел творческий вечер в молодежном центре. Как Вам понравилась публика? Много ли людей было? Ну, во-первых, я хочу сказать просто большое человеческое спасибо самому молодежному центру. И организатору, инициатору, точнее говоря, этой поездки, Роман Тесленко. Мы с ним знакомы вот все эти годы. Потому что по его инициативе мы первый раз приехали, потом спустя 10 лет второй раз. И вот сейчас третий раз. Он предложил эту поездку. Мы ее с ним обсуждали, как ее лучше сделать. Вот нашли этот оптимальный состав. Три человека. Потому что, с одной стороны, это достаточно полноценное звучание. Нормальная, то есть, акустическая гитара, бас-гитара и клавишные инструменты и баян. А с другой стороны, это все-таки не такое барабанное звучание, которое есть у рок-группы, которое есть у группы Вабанг. То есть, это некий такой средний вариант, которым можно и нормально сыграть, и побеседовать, пообщаться. То есть, это как творческая встреча. В молодежном центре нам показалось, что это хороший и правильный формат. Я думаю, что мы не ошиблись. Потому что сама атмосфера была такая, которая предполагала некое общение все равно. Это общение было частью нашей задумки. Оно, в принципе, получилось. Да, конечно, мы больше всего играли песни. Это был авторский сет. То есть, я приехал прежде всего, конечно, чтобы сыграть свои песни. Те песни, которые могут прозвучать в таком составе, который я вам сказал. Но я предполагал, что публика, которая придет на этот концерт, у нее могут быть какие-то вопросы. Эти вопросы действительно были. И мы время от времени, по ходу концерта, останавливаясь, я прямо обращался к аудитории. Прошу ваши вопросы, уважаемые друзья. И на какие-то вопросы отвечал. Может быть, вопросов могло быть и побольше. Но это уже, знаете, тут каждый раз ты не загадываешь. Это как есть, так и есть. Поэтому мне понравился в целом. Был очень хороший звук. Ребята большие молодцы. Они подготовились. Мы приехали на готовый, так сказать, звук. Мы провели хороший саундчек. Хорошую подготовку звука сделали. И был, на мой взгляд, очень достойный концерт. Хороший творческий вечер, который представляет аудитории Александра Скляра в его нынешнем виде. Как артиста. В первую очередь, как сочиняющего артиста. Потому что, скажем, в предыдущий раз, когда мы приезжали, я делал акцент на программу песен Вертинского. Это, конечно, хорошо. И Вертинский является частью моей творческой жизни. Но в данном случае это были именно мои авторские песни. В основном, я имею в виду, мои авторские песни. То есть, те самые песни, которые я исполняю актуально сейчас вместе с группой Вабанг. Какие-то можно выделить композиции? В свете того, что мы живем уже полтора года в режиме специальной военной операции. И вся эта наша страна, вся в этом находится и сопереживает. И каждый, то, что называется, на своем месте делает то, что должно. Как у меня было сформулировано в песне еще 2014 года. Я вчера ее, кстати, исполнил. Когда война на пороге. Неважно. Воин, рабочий, поэт. У всех свое место в истории. И лишь предателям места там нет. Вот это, да, это, как я спел в 2014 году, также для меня, и, я думаю, для многих актуально и в наше время. Поэтому, да, я вот примерно с этого настроения начал нашу творческую встречу. А потом перешел на более мирные, скажем так, обычные свои песни. Конечно, не забыла маршруты «Московский», и снова «Май месяц», и «Ильдорадо», и отдельно хорошо и интересно, как мне кажется, мы затронули блок песен, связанных с таким для меня очень важным героем, идущим со мной по жизни уже долгие годы, которого зовут Вася Совесть. История Вася Совесть продолжается, и Вася Совесть, наверное, через какое-то время окажется в зоне СВО, пока это только, так сказать, он мне оттуда намекает, но я чувствую его вибрации. Но в любом случае сейчас, на настоящий момент, сочинено уже шесть песен, посвященных этому герою, и три из этих песен были вчера мной озвучены на творческом вечере. Ну, а закончили мы, как мне тоже кажется, очень знаковой песней. Я всегда говорил, что для меня наш рок-человек номер один в нашей стране, для меня Петр Николаевич Бомонов. И после того, как Петя нас покинул, я воспринял это как личное горе, личную потерю, и мне захотелось еще раз отметить для себя его творчество. Я сделал его песню «Старики». Это одна из его таких последних, уже поздних песен. Он ей часто заканчивал свое выступление. И вот мы вчера нашу творческую встречу закончили Петром Мамоновым песней «Старики». Совершенно недавно у вас вышел сингл, посвященный учителю, и выход его был приурочен к Дню Учителя, собственно говоря, День Учителя состоялся. И это, я знаю, что это саундтрек к фильму с временным названием, посвящен он преподавателю самбо. Премьера его состоится в ноябре. Я внимательно послушал эту композицию, и мне показалось, что там очень много личного в тексте этой песни. Если можете, расскажите об этой композиции. Да, расскажу. Это была просьба Андрея Богатырева, режиссера нового фильма, который для меня один из самых интересных наших современных российских режиссеров. Я большой поклонник его фильма «Красный призрак». И, собственно говоря, посмотрев «Красный призрак», я и предпринял усилия, чтобы познакомиться с Андреем. Мы познакомились, нашли много общих точек соприкосновения по разным вопросам искусства. Он мне позвонил и сказал, что у него есть просьба ко мне сделать финальную песню, то есть песню, которая будет звучать на титрах его нового фильма. Он мне этот фильм прислал посмотреть, ну, в сборке, в рабочей сборке. Этот фильм называется «Легенда о самбо». Да, действительно, фильм выходит вот-вот. Предварительный показ, по-моему, будет 8 ноября, а в прокат он выходит 16 ноября. Я посмотрел фильм, воодушевился этой идеей и написал специально ту песню, которая, во-первых, будет хорошим послевкусием после самого фильма. Мы уже фильм посмотрели, пошли титры. И вот она звучит на этих титрах. И она не напрямую о фильме, но она точно в контексте этого фильма. А кроме этого, я просто подумал о том, что такое для нас учитель. Вот вообще, что это за фигура? Ведь у многих из нас так или иначе есть учитель. И может быть, это любимый учитель со школы. Может быть, это учитель, который был в институте. Преподаватель какого-то у нас, например, в институте был замечательный преподаватель философии. Может быть, это вообще учитель, которого ты встретил в жизни. У каждого или у многих такой учитель есть. У меня он точно есть такой учитель. Его уже нет с нами. Это автор песни Эльдорадо Евгений Всевышев-Головин. И восточные люди вообще говорят, у них есть такая восточная мудрость. И вот когда я задумался в очередной раз над этой мыслью, стал ее проживать, вот она, собственно говоря, и привела к этой песне. Учитель, ты к нему приходишь. Часто ты вроде бы как не получаешь ответ на свой вопрос. Ты приходишь, спрашиваешь, уходишь. Проходит какое-то время, ты спрашиваешь снова еще что-то. Тебе кажется, что он не может ответить на твой вопрос. Но потом проходит время, проходят годы. Учитель, может быть, даже уходит. И ты уже не можешь у него ничего спросить. Но факт тот, что за то время, сколько ты жил рядом с ним, ты стал человеком. И во многом ты стал человеком благодаря ему, своему учителю. Именно об этом песне в конце появится. Именно об этом песне. Именно об этом песне. И она точно будет понятна после того, как мы посмотрим этот фильм. Не хочу забегать вперед, не хочу лишать зрителя удовольствия посмотреть этот фильм. Фильм глубокий, интересный. Он о нашем, российском человеке. Да, это именно легенда о самбо. То есть, это не точно какая-то там фактология. Это именно легенда о самбо. Но это в том числе и фильм об учителе. Я думаю, многим саровчанам знакома. В целом, да, это легенда. И особенность. У нас действительно в городе тоже был свой учитель самбо. Вот. Виталий Карлович Михайлов. Друзья, я думаю, вы многие слышали и знаете об этом. Преподаватели единоборств в нашем городе действительно воспитали огромное количество людей. Настоящих людей, патриотов, тех, кто верен своему отечеству. И достигли они достаточно больших успехов. Да, и тут же важно и успехи, которые они достигли, а самое главное успехи, которые они достигли внутри себя. Понимаете, да? Вот это предназначение учителя. Не только внешние успехи, добиваться внешних. Это тоже важно. Особенно, если мы говорим о спорте, да? Но ведь еще и очень важно внутри себя перебороть себя, стать другим. И это часто происходит во многом благодаря учителю. Про современное еще немного творчества хочу поговорить. Особенно вот на то творчество, которое сильно изменило подход 2014 года, да? С момента начала событий на Украине. Насколько сильно на вас повлиял вот визит тогда в 2014 году в Донецк, Луганскую Народную Республику? Как это отразилось сейчас на творчестве? И это заметно, что это сильно отразилось. Да, вы правы. Ну, то есть, я в 2014 году просто увидел войну своими глазами. Понимаете, какое дело для многих тех, кто там не был вот все эти годы, да? Не очень было понятно, что происходит у нас на Донбассе. Для того, чтобы это понять, нужно было сделать всего лишь одну простую вещь. Надо было туда съездить. Это было возможно. И многие это сделали. Вот я, как человек, который это сделал еще в 2014 году, конечно, я увидел совершенно всю картину своими глазами. Это стало для меня важным испытанием, важным переходом в другое состояние мышления, в другое состояние ощущения. Вообще, я увидел, это наша земля, это наша страна. И это люди, которые не хотят и могут и должны быть вместе с Россией. Поэтому, да, вы правы, что это, конечно, многое изменило. И на внешнем уровне, и на глубинном каком-то внутреннем уровне я по-другому стал относиться к своим песням. Стал по-другому, наверное, писать эти песни. Это все время живет со мной, это ощущение. Поэтому для меня наша специальная военная операция – это часть моей жизни, которая для меня лично началась в 2014 году. Вот особенно хотелось бы выделить песню про брата, двух братьев, по сути, про двух братских народов. Это очень сильная песня. Очень глубоко и очень тяжело ее. Да, вы знаете, это очень сильная песня. Я ее услышал буквально через несколько дней после начала специальной военной операции. Я не знал ее автора. Это Виталий Аксенов. Мы не были с ним знакомы. Я потом только узнал, кто автор этой песни. Вышел на Виталия Аксенова и попросил у него разрешение сделать нашу версию этой песни. Он мне дал это разрешение. Мы сделали ва-банком нашу версию песни «Ты забыл, брат». Более того, я попросил Андрея Богатырева, именно вот уже как автора любимого для меня фильма «Красный призрак», сделать видеоклип на эту песню. Это вот, в общем, наша совместная работа. Он режиссер. А песню я до сих пор считаю, что это одна из самых сильных песен, написанная на эту тему. Тема очень сложная. Я имею в виду, она сложная для того, чтобы ее отразить в песне. Мне кажется, это одно из лучших произведений, которые написаны до настоящего момента на тему того, что сейчас происходит между нами, Россией и Украиной. Вернемся в начало передачи. Говорили о регулярности посещения Сарова. И я уверен, что Саров будет и дальше развиваться, и радовать своих гостей. Когда вас ждать в следующий раз в гости? Мы хотим постараться, если это получится, сократить периодичность, сделать ее все-таки не раз в 10 лет, а почаще. У нас есть сейчас идея попробовать осуществить концерт на территории филиала МГУ, который у вас здесь недалеко от Сарова открылся. По-моему, это хорошая идея сразу, как только я вернусь в Москву, я попробую у нас на московской территории провентилировать эту тему. И, соответственно, здесь попрошу организаторов нашего нынешнего выступления тоже что-то здесь предпринять, какие-то усилия. Вполне вероятно, что нам удастся это сделать уже в следующем году. — Замечательно. Ну что же, Александр, спасибо большое, что пришли к нам в студию и уделили нам время. Было очень приятно услышать о вашем творчестве, о вашем вечере. И я действительно желаю вам дальнейших успехов на вашем поприще. Друзья, на этом у нас все. Спасибо, что были с нами. И увидимся через неделю. До свидания. — До свидания. Субтитры подогнал «Симон»